Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем серию передач, посвященных влиянию протестантов на общество. И сегодня мы поговорим о личности, который наиболее известен в протестантской среде и который, наверное, оказал наибольшее влияние на реформацию и на появление протестантской конфессии. Это Мартин Лютер. Пожалуй, за всю историю христианства мало кто становился предметом таких оживленных дискуссий, как Мартин Лютер. Одни представляют его мятежником, который разрушил единство церкви, монахом-отступником, посвятившим свою жизнь уничтожению самих основ монашества. В глазах других он выглядит настоящим героем, благодаря которым восстановлена проповедь истинного Евангелия, защитником библейской истины, реформатором разложившейся и деспотической церкви. Одно, несомненно, он был личностью, оказавшей огромное влияние на средневековое общество. И уместно, я думаю, вспомнить Мартина Лютера с одной из сторон влияния. Всего лишь несколько дней назад, я думаю, многие из вас вспоминали об учителях, поскольку был День Учителя. Кто-то благодарил своих учителей школьных, кто-то благодарил учителей, которые учат детей, кто-то вспоминал о славном прошлом своем. Потому что, я думаю, среди моих слушателей немало учителей, которые работали в школе или были связаны с преподаванием в учебных заведениях. Но вот в этой теме или в этой сфере, как раз я хочу и вспомнить Мартина Лютера и его вклад в формирование современного образования. Поскольку вклад этого великого реформатора несомненный и значительный. Фактически, он испытал на себе влияние культуры Возрождения и в интересах борьбы с католиками стремился использовать народную культуру и многое сделал для ее развития. Большое значение имел выполненный Лютером перевод на немецкий язык Библии, в котором ему удалось утвердить нормы общенемецкого национального языка. В рамках богослужебной реформы он ввел общинное пение страфических песен на немецком языке вместо прежней латыни, позже названных обобщенно протестантским хоралом. Смотрите, как писал Лютер, еще я хочу, чтобы у нас было как можно больше песен на родном языке, которые люди могли бы петь во время мессы непосредственно после Градуала и после Сантус и Агнус Деи. Ибо несомненно, что изначально все люди пели то, что сейчас поет только хор. Центральное место в языковом творчестве Мартина Лютера по всеобщему признанию занимает перевод Библии на немецкий язык. До его перевода существовало много версий немецкого перевода Библии, напечатанных на немецком языке. Но они не получали широкого распространения, в первую очередь потому, что содержали в себе много погрешностей. И чтение Библии затрудняло также то обстоятельство, что во время Лютера на территории Германии не существовало единого немецкого языка, а в стране было множество разнообразных диалектов. Именно Мартин Лютер помог преодолеть все препятствия, переведя текст Библии на общедоступный немецкий язык. Вклад Лютера в развитие теории перевода особенно ценен еще тем, что помимо самого перевода Библии на немецкий язык, он оставил потомкам развернутое обоснование принципов и методов, применявшихся им в его произведении. Лютер стремился писать так, чтобы текст легко понимался простым народом. Он говорил такие слова, нужно расспрашивать мать в доме, детей на улице, простого человека на рынке, смотреть им в рот, как они говорят, и также переводить. Тогда они понимают, что с ними говорят по-немецки. Конечно же, этот немецкий богослов занимает самое выдающееся место среди прочих, не только потому, что он заложил основы протестантского богословия, но также потому, что в большей мере, чем кто-либо другой написал об образовании. Известны два основных его сочинения об образовании, членам муниципального совета всех городов Германии, о том, чтобы они основывали и сберегали христианские школы, и проповедь о оставлении детей в школе. Но кроме этого, конечно же, по вопросам образования, замечания, высказывания, афоризмы, комментарии можно обнаружить во многих других произведениях Мартина Лютера, в его опубликованных сочинениях и проповедях. Лютер много говорил о необходимости реформаторского и библейского образования, великой цели образования в гуманитарных науках, об учебных планах и методах образования, о библиотеках, ответственности как родителей, так и гражданского правительства в сфере образования, о школьных учителях и их обязанностях, о всех возможных сферах образования. Большинство сказанного им настолько же свежо и уместно сегодня, насколько оно было и в то время, когда он писал свои работы. Поэтому то, что Лютер оставил нам, полезно читать не только из исторического любопытства, но и как могущественное напоминание о неразрывной связи реформации и образования. Обращаясь к родителям, подводя итог всем своим мыслям об образовании, Лютер сказал, Бог дал вам детей и средства для их содержания, не для того, чтобы вы поступали с ними как вам угодно или обучали их для мирской славы. Вам было дано убедительное повеление воспитать их для служения Богу. Или в противном случае вы полностью будете искорены вместе с вашими детьми. Тогда все, что вы вложили в них, будет утрачено. И, конечно же, слова Мартина Лютера, его призыв к важности образования актуальны до сих пор. Подводя итог его влияния, его следу, который он оставил за свою жизнь, за свое служение, можно сделать несколько очень важных выводов, которые я предлагаю выслушать. И, возможно, поспорить, пополемизировать, написать свои комментарии. Первое, что сделал Лютер, он в своих трудах, так же, как и в принципах реформации, положил начало системе образования, начиная с народных школ и заканчивая университетами. Дальше Лютер указал на необходимость школ как для церкви, так и для государства. И подчеркнул достоинство и ценность профессии учителя. Лютер с неодолимым упорством убеждал родителей, служителей и гражданские власти выполнять свой долг по обучению молодежи. Он также осуществил реорганизацию школ, введя поэтапное образование, улучшенный курс обучения и рациональные методы. Лютер значительно усовершенствовал методы преподавания, стремясь согласовать обучение и способности детей, сделать обучение приятным, пробудить разум благодаря хорошо подготовленным вопросам, изучать как предметы, так и слова, и применять дисциплину с любовью. Мудро понимая роль добродетели и разума в достижении общего блага, он оставил необходимость в том, чтобы государство содействовало обязательному образованию. Такие выводы общие можно сделать из того наследия, которое нам оставил великий немецкий реформатор Мартин Лютер. Пожалуй, только великие педагоги, педагоги 17-18 веков, Каменский, Лок и Пистолодцы сопоставимы по степени влияния на теорию и практику образования с Мартином Лютером. Но перед ними уже был пример и ориентир, на который можно было оглядываться, на который можно было смотреть и который мог помочь им подниматься к новым вершинам. Итак, реформация и образование, конечно же, они взаимосвязаны между собой. Конечно же, великий реформатор Мартин Лютер способствовал развитию профессии учителя, способствовал интересу к образованию и подъему уровня образования в тех территориях или на тех территориях, где он имел влияние. Конечно же, он оставил после себя интересные наблюдения работы и труды. Он призывал к важности и необходимости обучения молодежи. Но я хотел бы также рассмотреть и другие стороны творчества Мартина Лютера. Я это обязательно сделаю в следующих передачах. И спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, можете оставить лайки, сделать репосты, оставить свои комментарии. И я надеюсь на продолжение нашего общения в следующих программах.